День защитника Отечества Китайская музыка Отсутствие своих любимцев не стало поводом пропустить поход на стальон для почти 4000 новосибирцев. Матч жизни и смерти для китайской команды начался с бурных аплодисментов легенде Сибири Александру Салаку, который сейчас защищает ворота Рижанка. А продолжился по переменным скандированиям названий команд со стороны пришедших болельщиков. На трибунах оказались даже преданные поклонники пекинской команды. Я радуюсь, что наш Сибирь, наш городной Новосибирск может принимать у себя в гостях Куйнуни, что такой матч хороший, скажем так, не наш родной Сибирь, а вот именно ребята из других городов у нас играют. Я как бы в Пекине долго жил, почти два года ездил там на стадион, болел. Там тоже они большие молодцы, строят и сейчас новый тоже стадион. Очень классно. И тоже оттуда сувениры. Моя вторая любимая команда после нашей Сибири. Еще одной причиной для новосибирцев прийти сюда стал необычный антураж матча. Девушки из группы поддержки и Ice Girl сменили голубые костюмы на красно-белые. Кроме этого в привычный плейлист были добавлены треки на китайском. Постарались и работники стадиона, в кратчайшие сроки сменившие снежинку на золотого дракона. Мне было интересно посмотреть, что убрали снежинку и нарисовали дракона по центру поля. Такого не было никогда, конечно, у нас. Это очень-очень завораживающе. Я пришел пораньше и сфотографировал, сделал фотографию именно снежинки со всеми надписями сибиревскими. Что ее нету, есть дракон. И очень-очень понравилось, очень-очень хорошо сделали. Прям красиво мне понравилось. После матча, который закончился победой «Динамо» с счетом 2-1, игроки Рижан Александр Салок и Сергей Гемаев сделали подарок преданным фанатам, совершив почетный круг и поприветствовав трибуну ставшего им почти родным Ледового дворца. Друзья остались. Здесь народ супер добрый. У меня осталось столько друзей на Сибири. Вообще очень рад назад приезжать всегда. Но вообще я в расторге. Кунь-Лунь «Ред Стар» — это поражение лишило всех шансов на плей-офф. «Драконы» завершили третий сезон подряд вне Кубка о восьмерке. У Риги же остался последний матч с Новосибирской Сибирью. К другим новостям. Ударный зачет для защитников Отечества. Курсанты Новосибирского военного института стали участниками чемпионата по силе удара, который с осени проходит в различных вузах. О том, что за соревнования и какие рекорды ставят студенты, в сюжете Анастасии Алексеевой. Турнир по силе удара проходит в Новосибирске первый год. Сейчас идут отборочные этапы внутри каждого университета. А затем уже самые сильные выйдут на городской и межвузовый уровень. Военный институт — третий, где прошли отборы. До этого чемпионаты уже были в Аграрном и Университете геосистемы технологий. Для нас это, наверное, не соревнование, а больше развлечение спортивного характера. Поскольку в военном институте все единоборство развивается, за исключением бокса, конечно, не является пока, хотя он является олимпийским видом спорта. Но всё, что позволяет нашим будущим выпускникам, защитникам воспитывать волю характера, силу мышц, скорость мышления и так далее, мы, конечно, очень это всё приемлемо и пытаемся развивать. Чемпионат проходит по трём весовым категориям. А вот остальных критериев на участие нет. Даже если ты не умеешь боксировать, попробовать стоит. Причём во всех вузах, кроме военного, среди участников присутствуют и девушки. Интересно то, что здесь в ринг не надо выходить, понимаете, не надо боксировать друг с другом. Это всего лишь снаряд спортивный, который в ответ сдачи не даст. Поэтому не страшно к нему подходить, подходишь и бьёшь. Поэтому участников много, хорошо откликаются, ну, очень-очень интересные мероприятия. В снаряде стоят датчики со специальными электродами. Они-то и показывают силу, с которой бьют спортсмены. Лучший рекорд первых двух отборочных этапов – удар около 600 килограммов. В военном же институте средний вес удара составляет 900, а сильнейшие выбили больше полутора тонн. Нас предупредили всего лишь за неделю до соревнований. И мы набрали команду. В основном тех, кто занимался чем-то так же, как я вхожу в состав команды. И набирали таких же наиболее подготовленных. Девять победителей из военного института поедут на бежвузовский турнир. Однако сначала должны завершиться отборочные соревнования. В марте чемпионаты пройдут в Университете экономики и управления и Академии народного хозяйства и государственной службы. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей новосибирского спорта в аккаунтах программы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин